Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Впервые в Североказахстанской области прошел пресс-тур по современным молочным объектам региона. Участие в нем приняли представители агробизнеса из пяти областей страны. Его главная цель – это продвижение молочного животноводства, а наш регион входит в число передовиков отрасли. Какие объекты посетила делегация и получили ли участники от этого пользу, расскажет Илья Кудряков. Первой остановкой делегации стала молочно-товарная ферма «Козелжарсуд» в Козелжарском районе. Вели ее в эксплуатацию в 2019 году. Рассчитано на 720 голов. Надой с одной составляет порядка 27 литров молока. Большинство животноводов предпочитают заниматься сементальской породой. Она неприхотлива в еде и уходе. Завозят коров в основном из Австрии, Чехии и Германии. Не справились бы без государственной поддержки, отмечает аграрий. Большую часть средств пришлось взять в кредит через агрокредитную корпорацию. Ведь чтобы реализовать такой грандиозный проект, необходимо больше 4 миллиардов тенге. К тому же его окупаемость примерно 10 лет. Все животноводы, наверное, и все растеневоды, все говорят, что государственная поддержка в виде субсидий очень важна. То есть без субсидий мы практически, наверное, не имеем шанса даже окупить проект. И без субсидий ни один человек не придет в этот бизнес и не заморозит 4 миллиарда тенге на 10 лет. В цифрах, если мы говорим инвестиционные субсидии, это 25% от стоимости. За корову мы имеем возможность получить 400 тысяч тенге за одну корову. А субсидии на молоко, они, конечно, варьируются от 21 до 31. Геннадий Иванович Зенченко одним из первых начал восстанавливать и развивать молочную отрасль в нашем регионе после обретения Казахстаном независимости. Сейчас семейное дело продолжает сын Геннадий Геннадьевич Зенченко. Именно их ферма стала второй остановкой гостей. За годы развития бизнеса многому пришлось учиться с нуля. И сегодня здесь добились больших результатов. В целом комплекс рассчитан на тысячу коров до иного поголовья. В день с одной здесь получают 30 литров молока. Это один из лучших показателей по всей стране. Геннадий Зенченко поделился секретом своего успеха. Содержание, конечно, это раз. То, что техника, это два. Но самое главное, это, конечно, рацион и кормление. Сегодня очень сильно линейка расширена по кормам. Это и люцерновая сена, и люцерновый сенаж, и силос, и, грубо говоря, комбикорм, где балансируется непосредственно главным зоотехником. И на каждый надуенный литр смотрится свое. Это и закупка кукурузы. Уже больше уходим от ибричменя, больше приходим к кукурузе. И непосредственно применяем ее в комбикорме. Плюс энергию. То же самое. Сегодня главный зоотехник должен составить такой рацион, чтобы ни в коем случае не подкосилось здоровье. Есть такое выражение. Как зоотехник по корме, так будет надо лечить врачу. Совет один. Совет нужно всегда верить в будущее. Нужно всегда заниматься. Мы должны понимать, самое главное, это то, что это и есть сегодня животноводство. Это и есть градообразующие предприятия любого села. И последним объектом стала ферма ТО «Доэндыкагра» в Акаинском районе. Это пример того, что нужно заботиться не только о развитии своего бизнеса, но и села в целом. Создание комфортных условий проживания и работы – это залог сохранения населенного пункта. Такой опыт тоже необходим, отмечают бизнесмены. Меня удивляет и поражает ваши размахи в молочной сфере. Очень приятно видеть. Вот эта ферма все же будет для села. Людям работа, социалка, все. И хотелось бы внедрить у себя. Я занимаюсь животноводством мясным. Давно опыт есть. Сейчас купил одно, есть 150 голов дойных. Но так как это все старое, хочу снести и построить на новом месте новый комплекс. И мне навстречу кустанайские власти не пошли. А вот в данный момент, с приездом Аксакалова, Кумара Иргизбаевича, конечно, все сдвинулось. За последние пять лет только в нашей области в эксплуатацию ввели 30 молочных комплексов. Это треть от общего количества в стране. Сегодня численность поголовья составляет 16,5 тысяч коров. Создали больше тысячи новых рабочих мест. Именно в Северном регионе пять лет назад начали реализацию пилотного проекта по строительству современных молочно-товарных ферм. Это позволило войти в число лидеров по производству молока. Сегодня наш регион занимает второе место. Поэтому первый молочный тур провели именно у нас. Сама цель этого тура, в чем заключается, в первую очередь? В том, чтобы показать людей, кто заинтересован. Потому что программа сейчас получила продолжение по всей республике. И где-то как минимум в пяти регионах выделяются сейчас средства со стороны правительства по льготной ставке вознаграждения. И во всех регионах была проведена соответствующая работа. И определили заинтересованных лиц. На сегодняшний день присутствуют фермеры Жамбылской области, Кустанайской области. У нас вот на молочном туре получается Акмолинской области, Карагандинской области. На сегодняшний день мы видим большую перспективу в этом. И планируем этот первый, который сейчас проводим. Планируем практически еще повторить через месяц. Потому что желающих очень много с регионов. К слову, в рамках комплексного плана развития Северо-Казахстанской области из республиканского бюджета на развитие агропромышленного сектора за 2021-2022 годы выделили 35 миллиардов тенге. И в дальнейшем поддержка агробизнеса продолжится. Илья Кудряков, Вадиль Нуржанов, Служба новостей.